спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от вместо вашей работы вот уже более 15 лет в середине сентября россия отмечает день бега и это совсем не тот праздник когда едят жирные салаты и смотрят сериалы день бега это кросс нации самое массовое российское спортивное мероприятие превосходящая даже легендарную лыжню россии на старты кросса нации почти одновременно могут выйти более миллиона человек по всей стране в европе и азии в больших и маленьких городах независимо от возраста и уровня подготовки кросс нации традиционно проводится на дистанциях посильных для любого человека от 1 до 12 километров здесь уж точно главное участие а не победа ну для большинства пигунов самые сильные отчаянно соревнуются между собой им крайне обидно прийти скажем третьим или четвертым кто много умеет к тому и требований много в нынешнем году на старт петербургского кросса вышло более четырех тысяч участников толпа огромная но для пяти миллионного мегаполиса не так уж много есть куда стремиться петербург стремительно растет так что бегунов должно быть все больше и больше петербургский кросс нации состоялся у газпром арены бегуны огибали ее проделывали отрезок по парку и не шустро возвращались обратно по случаю такого праздника не только работала станция метро зенит но и открылись ворота в заграждениях вокруг нее так что участники могли подойти к стартовому паладочному лагерю с любой страны потрясающе удобно вот так бы круглый год многие опасались погоды сентябрь в нынешнем году дождливой чудо это или нет но именно утро 17 сентября оказалось вполне ясным участники вышли на старт 5 километрового забега в идеальных условиях прохладно но не холодно пусть настоящие фанаты марафонов бегают в африканских пустынях под палящим солнцем обычным людям подходят более мягкие условия недаром победитель питерского кросса 2022 денис васильев заявил что в этот день была беговая погода опытный 33-летний атлет выбежал 5 километровку из 15 минут на финише многие люди не верили своим глазам понятно что это очень далеко до мировых рекордов да и для самого васильева это не личный рекорд однако по меркам массового забега где нет спортсменов олимпийцев и никто не прессингует лидера на финише просто прекрасный результат кстати нынешний мировой рекорд на 5 километров составляет 12 минут и 35 с половиной секунд установил вот джошуа чептегей из жаркой уганды в 2020 году да да в разгар коронавируса чтобы джошуа мог летать на соревнования президент уганды лично согласовывал ему чартерные рейсы а тренируется этот молодой парень дома в африке бегая вокруг холма по траве так что если у вас есть на примете подходящий холм начинаете тренироваться результат обязательно придет а на кроссе нации свои достижения может показать каждый спортсмены соревновались не только в абсолютной категории но и по многим возрастам был зачет для 70-летних и старше собственно поджарые седобородые бегуны и спортивные старушки самые почетные гости любого забега тем более марафонского и обычного тоже и здесь на старте им уважительно освобождали место для разминки на финише бегунов ждали аплодисменты много воды и бананы целые кучи как известно банан любимая еда бегунов ведь только этот плод удобно впитать прям по ходу марафона на кроссе нации дистанция не слишком длинная но привычка есть привычка финишеры лакомились с огромным удовольствием все кто финишировал получили традиционные медали в коллекцию любитель бега может украсить этими медалями целое кафе и еще пара самых дорогих останется для дома на память осень время большого спорта когда сильнейшие атлеты всего мира возвращаются с летних каникул и начинают новые сезоны разумно начинать собственный большой спортивный сезон вместе с ними общедоступный кросс нации отличная возможность начать любительскую беговую карьеру абсолютно для каждого